Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Автор сотен видео в интернете про правильное питание, как правильно пить воду, как правильно заниматься спортом, фитнесом, жить в не самых простых экологических условиях, парапрофилактику, лечение. Если вы на моем канале «Школа доктора Скачко» смотрите не первое видео, скорее всего вы приняли правильное решение. И хотите жить не только лучше, но и дольше. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, от кого или от чего, и в какой мере зависит самая большая ваша ценность. Это ваше здоровье. И в каком случае, на какой результат вы можете рассчитывать. А также, каких помощников вы можете правильно использовать в движении к не самому простому, но очень желаемому результату. Помощники реально есть. Просто нужно правильно использовать их возможности. Например, мой один очень хороший знакомый пациент, после того как, неожиданно для него, однажды перевел хронический панкреатит, который есть у многих, в острый, на деловые встречи стал с собой брать запасную печень. Вы не ослышались. Есть печень детская. Она до полового созревания работает в одних условиях. Есть печень мужская и женская. Они работают совершенно по-иному. Есть печень пострадавшая в результате гепатита, жирового гепатоза. А есть запасная печень. И пока он решал свои вопросы по бизнесу, у него запасная печень, перерабатывая элитные напитки, отдувалась за него привычным славянам способом. Многие ответственно за свои болезни возлагают на врачей. Мол, они самые заинтересованные, чтобы люди болели. Я понимаю, кто-то же должен быть виноват в том, что человек заболел. Но! Так ли это на самом деле? В какой мере ваше здоровье зависит от системы здравоохранения? Чуть позже вы об этом узнаете. Парадоксально, но часть людей думает, что врачи стопроцентные трудоголики. Желающие погибнуть на работе от работы. Если вам нужно забить гвоздь, и вы умеете это делать, и вам нужно забить один гвоздь, вы забьете один гвоздь. Вряд ли 10. Конечно, если вы учитесь, пока вы учитесь, вам может быть и 100 гвоздей не хватит, чтобы один оказался в правильном месте в стене. Да, первые 5 лет не советуют лечиться у врачей, которые только закончили институт. Пока они не приобретут врачебный опыт. Но дальше все становится значительно проще. Знаете, еще один пример из жизни. Недавно один мой друг решил принять участие в партнерских родах. Жене 25 лет. Как вы понимаете, не обременена болезнями. С какой эйфорией он вошел в процесс? Вышел, как будто разгрузил машину тяжелых вещей. Усталый, потный. И это при том, что он непосредственно в процессе не участвовал. Да, он был свидетелем, был активным участником. Но рожала все-таки его жена под руководством опытного акушер-гинеколога. Его вывод после окончания этого физиологического процесса в жизни женщины под названием роды. Он сказал, что это не человеческий труд. Вот эта врачебная деятельность. Я уже не говорю о том уровне ответственности, который он не видел. Она у врача есть. За здоровье женщины и ребенка. Я говорю уже про впечатлительных родственников. И снижение детской смертности в десятки раз. Это, я считаю, большая заслуга и врачей, и современной медицины. Можно откатиться лет на 150-200 лет назад и принимать роды как угодно. Без специализированной медицинской помощи. Закончится она может так же, как заканчивалась 150-200 лет назад. Когда из десяти рожденных детей в семье выживало двое-трое, в лучшем случае четверо. Если вы посмотрите, сколько у вас братьев и сестер, то можете понять, какое количество из них могло просто не быть на этом свете. Конечно, врачебные ошибки тоже есть. И мое отношение к ним. Вы узнаете прямо сейчас, что делать, чтобы врачи не совершали ошибки. Врачебная ошибка. Напомню, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Врачебные ошибки были, есть и, к сожалению, будут. Они не редкость, но... Чтобы врач имел хоть один шанс совершить врачебную ошибку по отношению к вам, первично вы должны своим образом жизни довести свой уровень здоровья до необходимости встречи с врачом. Иными словами, до болезни. Если вы хотите предотвратить врачебную ошибку по отношению к вам, занимайтесь профилактикой правильно. Потому, как в случае болезни уровень ответственности врача растет пропорционально тяжести болезни. Иными словами, пока вы лечите те болезни, которые вы считаете нужным лечить. Теми средствами, которые вы считаете нужным использовать. Уровень ответственности врача за ваше здоровье и за вашу жизнь ноль. А сто процентов ответственности на вас. Потому, как вы приняли решение использовать какие-то средства каким-то образом с какой-то целью. Уровень ответственности врача минимален при амбулаторном лечении. Когда значительную часть времени вы по-прежнему предоставлены сами себе. И на свое усмотрение выполняете рекомендации врача. Помните фильм «Человек с бульвара капуцинов» Чем закончился визит к врачу леди преклонного возраста? На совет врача не забыть столько-то капель лекарства выпить после стрельбы. Ну тут врач прогнулся под образ жизни пациента. Этого делать не стоит. Образ жизни не всегда правилен. И нужно его по всей видимости чаще всего корректировать. Врач услышал интересный ответ. Да пошел ты! Правда пациентка при этом прыгнула в седло. И конь ее голопом унес. Вот непонятно к кому относилась эта реплика. К врачу или все-таки это был посыл для коня. А вот насколько велик уровень ответственности врача не при амбулаторном лечении? Вы узнаете прямо сейчас. Уровень ответственности врача за ваше здоровье несколько увеличивается при стационарном лечении. Просто как правило в этих условиях человек меньше предоставлен сам себе. Хотя и вхож в интернет. и больше склонен выполнять врачебные рекомендации. За исполнением которых есть определенная система контроля. А самый высокий уровень ответственности врачей за ваше здоровье в палатах интенсивной терапии и на операционном столе. Но! До такого уровня ответственности врачей за ваше здоровье свое здоровье лучше все-таки не доводить. Помните анекдот? Когда двое вышли из казино. А у них были одни плавки на двоих. И менее удачливый высказал некоторое сожаление тому кто. И восхищение может быть тому кто остался в плавках. Как ты умеешь вовремя остановиться. Так вот в экспериментах со своим здоровьем важно вовремя остановиться. Чтобы у врачей был хотя бы один шанс и время вам помочь. Потому как известна статистика. От чего зависит уровень здоровья населения. Так вот вклад медицины в это состояние в уровень здоровья населения всего от 5 до 10 процентов. Он относительно невелик. И максимально проявляет себя как раз при оказании скорой и неотложной помощи. С которой во-первых нужно еще успеть. А вы должны сообразить к врачу какой специальности вам аж бегом нужно бежать за врачебной помощью. А вот от каких еще факторов зависит ваше здоровье? Вы узнаете прямо сейчас. В несколько раз большее значение, чем современная медицина для вашего здоровья имеет экология. Вклад современной экологии в уровень здоровья населения примерно 15-20 процентов. И многие, понимая это, стремятся выбрать лучшие места для жизни, работы, отдыха. Но! Не всякое экологически чистое место может подходить, стать лучшим выбором для вашего уровня здоровья. Потому как различные погодные факторы, такие как дождь, снег, ветер, изменение температуры окружающей среды, могут дать дополнительные требования к вашему уровню здоровья. И изменить значение как экологически чистого места или региона на планете, так и крупного промышленного центра для вас лично. Потому как негативную составляющую экологии можно рациональным образом жизни уменьшить, а позитивную правильно использовать. Все той же рациональной коррекцией образа жизни. А вот какие еще факторы имеют значение для вашего здоровья, вы узнаете прямо сейчас. Примерно в такой же мере, как от экологии ваше здоровье зависит и от генетики. Так же примерно на 15-20 процентов. И генетику можно частично активно контролировать. Потому как если вы взрослый человек и понимаете, что фенотип, иными словами то, что вы хотите иметь по своему уровню здоровья или то, что вы имеете, это ваш генотип. То есть переданные родителями особенности работы вашего организма плюс условия окружающей среды. Генотип плюс в определенных условиях окружающей среды проявляется определенным уровнем здоровья или определенными болезнями. Хотите изменить уровень здоровья и заболеваемость? Меняйте свой образ жизни. вы можете более активно повлиять на генетику. Правда не свою, а своих детей. Потому как если вы понимаете, как правильно готовиться к беременности, как правильно сопровождать беременность, то с наибольшей вероятностью уровень здоровья ваших детей будет более высоким. И не только уровень здоровья, но и физическая и интеллектуальная работоспособность. Потому как первично здоровье определяют родители своим пониманием, знанием и выполнением. Как минимум за три месяца до зачатия человека они должны быть здоровы и выполнять те самых восемь компонентов, которые нужны для того, чтобы уровень здоровья был максимально высок. При этом нормальное протекание беременности отражает отсутствие патологии развития. Иными словами, врожденных пороков развития при нормальном протекании беременности, если вы к ней правильно подготовились, не будет. А дальше грудное вскармливание. А дальше переход на смешанное питание. А дальше правильный здоровый образ жизни. Как минимум первые 20 лет жизни человека. Когда формируются различные органы и системы с максимальной работоспособностью и практически полностью зрелым. Ребенок становится женщина 24, мужчина 30 лет. Если вы все это делаете правильно, то вы влияете на генетику, влияете на фенотип и влияете на то, с каким уровнем здоровья будут жить ваши дети. Самый же значительный вклад в ваш уровень здоровья имеет ваш собственный образ жизни. Примерно 50-60 процентов. Иными словами, понимание вами тех генетических особенностей, которые вы приобрели от ваших родителей и в соответствии с которыми вы должны вносить коррекцию в свой образ жизни. А также вносить коррекцию в соответствии с экологическими условиями, которые вас окружают. А также с переменными погодными условиями, которые часто ставят серьезные задачи перед каждым человеком, перед его уровнем здоровья. Если вы все делаете правильно, вероятность ошибки, то есть болезни минимальна, а соответственно врачебная ошибка по отношению к вам вряд ли состоится. Со временем такие видео появятся на моем канале и вы сможете применить их к своему образу жизни, чтобы жить лучше и дольше. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вы понимаете, вы готовы свести врачебную ошибку к минимуму, а свой уровень здоровья поднять к максимуму, поставьте лайк на это видео. Можете отправить это видео своим друзьям, знакомым, родственникам, поделиться в соцсетях. А в ожидании для подписчиков канала нового видео про ваше здоровье. Меняйте свое отношение и к врачам, и самое главное к своему собственному здоровью. Возможно в этом вам поможет следующее видео. Что лучше и выгоднее лично для вас? Профилактика или лечение? До новых встреч на моем канале!